Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И знаете, что хочу? Потестировать. Сейчас вот Ваня, что-то этот из Фикса. Вы мне советовали там другой пятноводитель. Забыла, как называется. Сказали хороший. Я уже длинула в корзину в Сбернег Маркете. Может, закажу, попробую. Так, будем насыпать куда? Ну ладно, если написано сюда. Хотя я хотела бы в барабан, конечно, насыпать. И это от краски. Когда мы с вами красились, вот это 8.1 краска. Видите, какая она темная? Капец, на белой майке. Вот сейчас посмотрим. Отстирает, нет. Я все-таки в барабан насыпала. Вместе с порошком Фуберлик. Порошок не отстирал бы, он оставил бы след все равно от краски. А сюда, в контейнер, в машинку насыпала кондиционер детский. В общем, сейчас посмотрим. Что дарешь, Максик? Вот стоит только проснуться, все, он скучает, невозможно. Начинает орать, мюмкать. Как вы видите, ничего не отстиралось. Порошок Фуберлик вместе с Ванейшей. Да, краска осталась. Что-нибудь другое попробую. Потом вам расскажу, чем краску вывела с белой майки. И мы гуляем. У нас снова жара. И приехал мой котеночек с моря. Сейчас покажу вам ее. Привет. Привет. Кто тебе косплел? Люди. Какого цвета? Люди. Люди. Молодец, правильно. Вот она моя загорелая. Мы пока гуляем. Я хотела вам показать, девчонки, вот такую штуку. Будем сегодня тестировать вместе с вами. Это Кафе Мими. Я увидела у Аленки Ризва. Она очень хвалила. Разглаживающий спрей термозащита. Я термозащитой не пользуюсь, но волосы свои люблю тоже. Поэтому решила попробовать. Она прям хвалила. Здесь силикончики, она сказала, есть немного. Так. Обеспечивает выпрямление и контроль гладкости без утяжеления. Защищает волосы от воздействия высоких температур и ломкости. Вот так вот, девчонки, смотрите. Кто пробовал, напишите, как вам. Я заказала на Озоне. У меня в сумке до сих пор валяется. Вчера забрали Озон. И никак не попробую. Сегодня буду мыть голову и с вами потестируем. Расскажу, вам понравился или нет. Очень интересно. Приехала посылочка от Рандеву. Если кто не помнит, промо-код, кстати, действует еще, который нам любезно предоставили, до 31 августа. Я вам оставлю обязательно его в описании и здесь пропишу. И здесь у меня не только парфюм, но и декоративная косметика. Рандеву – это такая мощная интернет-платформа, интернет-магазин, где есть парфюмерия, где есть парфюмерные боксы и косметика. А также для дома. Парфюмы для дома. И много всего интересного. Косметика вообще разная. Я тут, девчонки, прям набрала. Вы оцените на затест. Будем с вами все тестировать. Смотрите, как все упаковано. Так, накладная. Ух! Сейчас за кадром пошуршу, все завернуто. Вот как много всего. Пробничек. Кстати, они всегда кладут пробнички в подарок. Это крем тональный, по-моему, если я не ошибаюсь. По-русски сейчас посмотрю, девчонки. Да, тональный крем у меня такой есть с SPF. Кстати, очень неплохой крем тональный. Так, у меня здесь консилер. Консилер. Фокус. Прекратите себя так вести. От Катрис. Вот, от Катрис. Десятый тон. Я выбирала долго, какой тон. У меня браслетик с юга привезла мне в подарок. Смотрите, какой интересный. Здесь спонжик на конце. Фокус никак не хочет фокусироваться. Вот он. Такой мягенький спонжик. Часто бывают на сайте скидки, и консилер вышел довольно бюджетно. Так, ну. Так, как нам с вами его нужно? Слушайте. Я криворукая, наверное. А, вот. Смотрите, он трещит. Так, так, так. То есть спонжик смело. Угу. И. Так. Дальше что с ним делать? Девчонки, это, наверное, я криворукая, да? А, нет. Вот начал выходить. Вот он начал выходить. Сейчас побольше. Так, а какой оттенок? Здорово, кстати, что спонжик. Светлый. Светлый, очень хорошо. Я брала вот с целью замазывать пигментные пятна. Правда, они уже уходят, но мне кажется, синяки тоже будет скрывать здорово. Брала специально светлый. Это у нас десятый оттенок. И он такой, знаете, немножко в розовинку. Вот камера вам не передает, но я вижу. Он немножко в розовинку. То есть для белоснежек, если, девчонки, имейте в виду, такой консилер десятый. Но мы с вами все на лице попробуем обязательно. Так, фокус, вернись. Девчонки, взяла тушь. Тушь Vivienne Sabo, которая вот прям нахваленная, которая кабаре. Думаю, ну все ее хвалят. Она обликует вся такая. А я ее еще не пробовала. Конечно же, с силиконовой кисточкой, как я люблю. Сейчас откроем. Открыла, вот как она выглядит. Так, мы с вами ее попробуем сегодня тоже обязательно. Написано уникальная силиконовая кисточка. Чем же она у нас с вами уникальна? Надеюсь, будет круто удлинять. Я люблю удлинение. Больше, чем объем, честно говоря. Пахнет приятно. Ну так, обычной тушью. Так, дальше, что у нас с вами здесь? Здесь у нас с вами Эльсеф. Очень хочется попробовать. Слышала тоже у Аленки Резвана. Она вот эту серию нахваливала. Я хочу попробовать вот это вот масло. Масло экстра ординарное. Представляете, кстати, восстанавливаю еще здесь 6 масел. Вот такая вот штучка. Так, это у нас с вами от Люмине. Вот такая вот книжечка. И пробничек, слушайте, здесь приклеен кремом. Это крем у нас... Давайте отклеим. Это у нас с вами сыворотка интенсивная, прессованная для визуальной коррекции возрастных изменений кожи. Слушайте, прикольно. Тоже попробую. Это подарочки. Так, вообще, ради чего затевался весь заказ. У меня тут такой сквозняк. Я надеюсь, вам ветер в камеру не слышно. Это Жадор. Я вам сейчас покажу. У меня был пробник, который тоже в подарок приходил от компании. Рандеву. И мне очень захотелось полноразмерочку этого аромата. Ну, правда, в объеме 20 мл. Потому что оригинал, он, конечно, стоит недешево. Вот он, пробник у меня был. Я его так быстро использовала. И так мне этот аромат понравилось на себе носить, что я сказала себе 20 мл. За 20 мл цена приемлемая. Смотрите. Знак качества. То есть это у нас с вами оригинал. Сертификаты все на сайте есть. Вот информация. Ой, хочу уже открыть. Хочу уже открыть. Видите, 20 мл бликует все. Так. Мусор сразу выкидываем. Давно, вы знаете, не покупал себе именно оригинальных духов, честно говоря. Вот они. Слушайте, 20 мл это не так мало. На самом деле, правда, это не так мало. Единственный нюанс, что они не с распылителем. 30 мл уже идут с распылителем. 20 мл еще нет. То есть их вот так вот надо мазать, наносить. Прям хочу, соскучилась по этому аромату. Ой, какой он классный. Это такая, знаете, классика жанра. Вот действительно. Мне кажется, тот аромат, который нравится всем. Он безумно стойкий, он безумно шлейфовый. Ну не то, что безумно шлейфовый. Он не сильно раскрывается. Хотя нет, он уже у меня играет на коже. Но это вот такая классика на самом деле. Я не умею писать девчонке ароматы, но Боже, какой он крутой. Это классика среди ароматов женских, достойных, изысканных, элегантных. Вот не знаю, как написать еще. Вот действительно изысканный аромат. Все, прям буду пользоваться с удовольствием. Так, дальше у нас с вами бальзам для волос взяла дочери. Это Сибирика. Сибирика-биберика детская, да? Легкое расчесывание, шелковистые косы. Захотелось очень попробовать. Бюджетная была цена. Я попала на хорошую летнюю распродажу. Так что, заглядывайте на сайте с промо-кодом. Вообще будет классно. Промо-код, кстати, действует мой. И на скидочные товары. То есть, не обязательно эти, которые идут не по акции. Вот такой бальзамчик. Попробуем вам отзыв. Обязательно скажу. Хотя, на чем мы попробуем? Мы сейчас с косами. Теперь, когда косы расплетем, уже попробуем. Потому что пока мы с косами будем ходить, я думаю, еще долго. Так. Себе взяла девчонки Али. Не пробовала, но тоже слышала хорошие отзывы. Кто пробовала, расскажите, пожалуйста. 15 в 1. Несмываемый крем-спрей. Я сейчас решила интенсивно заняться волосами. В общем, он у нас 15 в 1 заменяет 15 привычных средств для ухода и укладки. Действует сразу в 15 направлении. Придает послушность, снижает пушистость, защищает от теплового воздействия. То есть, смотрите, он у нас даже под фен. Разглаживает, облегчает расчет, не обеспечивает увлажнение сухих кончиков, ломких волос. В общем, тут весь перечень. 15 в 1. Давайте понюхаем хоть. Пахнет классно. Это действительно крем. Крем-спрей. Это такой густой крем. Я не знаю, как он из этого дозавтра будет выплескиваться. Скорее всего, пахнет очень вкусно. Такой профессиональный косметик. Потом я взяла себе вот такую еще палеточку консилеров. Это у нас тоже Катрис. Мне захотелось ее тоже попробовать. Вот начали пигментные пятна уходить, как раз когда я оформила заказ. Но мы будем с вами пробовать. По-моему, зеленый против пигментных пятен нет. Они у нас с вами кремовые. Не сильно, смотрите, такие пигментированные, да? Этот можно как румяшки, этот как скульптор, этот как хайлайтер. Ну, короче, я им применение найду. Мне очень давно хотелось именно кремовые продукты, потому что все сыпучие. Так, ну и все. А мы все с вами посмотрели. Давайте теперь все тестировать. Ну что, давайте тестировать. Я специально смыла утренний макияж. Села при естественном освещении снимать, чтобы вы видели. По достоинству оценили тушь, консилеры, как перекрывает пигментные пятна. Их, правда, уже слабо видно, на самом деле. Но они еще есть. Я вам сейчас покажу поближе. Для волос решила протестировать. Алина, сегодня вот прям мне хочется именно это средство протестировать. Помыл голову обычным шампунем, бальзамом, самым простейшим, ботаникой. И все, кончики у меня очень сухие. В связи с тем, что крашу светлый цвет. Мы с вами посмотрим, как он, кстати, применяется. Нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы в необходимом количестве. В зависимости от их длины, состояния и пористости. Распределить продукт расческой по всей длине, включая кончики. Не смывать, приступить к укладке волос. Все, отлично. Такие средства я люблю. Посмотрим. Так, смотрите на мои пигментные пятна, которые остались. Да? Вот здесь. Так, с чего мы с вами начнем? Мы начнем с вами, наверное, давайте вот с палеточки зеленым консилером. Знаю, чем перекрывать, буду сейчас посмотрим. Так, у меня тут зеркало стоит. Спонжиком. Попробую. Посмотрим. Хотя можно было бы и пальцем. Потому что прикольно. Не скажу, что прям перекрываемость. Ну-ка, пальцем. Спонжиком тушануть. Не, перекрывает, 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 девчонки. Потом сверху, если тональное средство какое-то, то будет вообще хорошо. Ну да, зеленый как-то идти гулять не айс, да? Нам надо с вами обязательно какое-то тональное средство сверху наносить. Но я не буду. Мы сейчас с вами перекроем каким-то светлым оттенком. Просто. Я так думаю. Ну какой зеленый. Вот этим вторым бежевым из этой палетки. Наберем и перекроем. Точечным. Потому что... Ой, какой светлый. Потому что... Ой, он вообще перекрывает. Поверх зеленого вообще еще не видит, девчонки. Если растушевать, наверное, придется средненький брать. Потому что этот прям... Он мне бледноват. Я сейчас загорела. Но зато все перекрыл. Неплохие у Катрис консилеры. Так, чуть-чуть светленького. А тут мы сейчас с вами попробуем в стике консилер. Чуть-чуть светленького. Потом коричневым надо перекрыть. Это прям вообще... Очень мне светленько. Так. Так. Средний беру теперь. Он мне должен подойти уж. Да, его даже не видно. Он мне подходит. Да, вот это мой цвет кожи. Ну, под глазками заодно сейчас с вами замажем. Докусилась в зеркало. Дело вам хоть видно? Ой, синяки. И все убралось. Слушайте, вот этот средний прям вообще тема. Для загорелых. Прям сразу под глазками все идеальненько. Бестональная основа. Одними консилерами с вами перекрыли пигментацию. Красота. Чтоб не отличалось. Немножко пройдусь. Так. И лоб все равно бледнее получается. Сейчас немножко тоже вот так пройдемся. Вот. Отличненько. И вот тут остались, видите? Давайте их перекроем стиком, попробуем. Блин, он бледный, конечно. Сейчас тоже, наверное, придется добавлять коричневый вот этот. А я вам говорила, что хочу его использовать как скульптор. Нет. Он под цвет моего лица. Когда на нем мало средств, удобно им и тушевать. Но мы с вами выдавили много, поэтому опять будем спонжиком. Слушайте, нет, при тушевке отлично. И перекрыл тоже хорошо. Не на 100%, если приглядываться их видно. Он такой более легкий, мне кажется. Нежели тот, который в палетке. Хотя, если вот так вот нанести, да, где проблемы и подождать, может быть, давайте так и сделаем с вами, посмотрим. Сейчас он немножко схватится. Так, сейчас будем тушь тестировать. Сначала я нижний веко подведу. У меня сейчас самый такой простой базовый макияж. Я беру кисточку нижнего века, подвожу. Эта палетка Фаберлика, она мне очень нравится, кстати. Теплая, которая. Теплая. Сейчас скажу артикул сразу. 5738. Она мне очень нравится. Они пылят. Но все тени пылят, девчонки. Но у нее классная, насыщенная пигментация. И они очень нежные, бархатные. Видите, до дырочки. Чтобы у меня тени уходили до дырочки, вы знаете, это надо постараться. Потому что палеток в использовании много, а сейчас вот только к ней тянется рука. Вот этот средний оттеночек, такой коричнево-лиловый, что ли, я наношу на нижний веко. Хорошо так наношу. И тушь. И все. Это, знаете, вот когда нет времени, проснулись, покушали, бегом гулять. Такой простой, быстрый макияж. Без стрелки, без всего. Ой, слушайте, ну консилеры в палетке мне очень понравились. Я прям довольна. Перекрыли все, что нужно и не нужно. Прям замечательно. Вообще тон лица. Все. Тушь. Погнали. Она, конечно, еще не раскрасилась. Я так уже ее оправдываю заранее, да? Но мне интересно. А-а-а. Ни фига. Ничего себе. Мне хочется ее, знаете, сравнить с Мисс Керл. Со своей любимой. Слушайте, ну походу у меня появляется новая любимая тушь. С одного слоя. Вот мы с вами недавно во влогах Диваш тушь тестировали. Она у меня с утра сегодня была на глазах. Смотрите, с одного слоя, девчонки. Вам хорошо видно? Представляете? Это один слой. Обалдеть вообще. Прям вот уже чувствуешь, когда начинаешь красить, что она крутая. Она очень круто удлиняет, девчонки. Вау. Разделение. Смотрите, какие натуральные. Ну вот мои, да? Не накрашенные. Оба глаза, чтобы видели хорошо. Смотрите, как круто. Это один слой. Супер. Вообще. Сейчас нижние реснички прокрашу, а то мне так не очень удобно. Ой, нижние прям хлопай ресницами и взлетай. Вау, вау, вау. Вау. Сейчас посмотрим, будет ли она застывать. И как будет ложиться второй слой. Очень интересно. Вот один глаз и второй. Пишите, кто пробовал эту тушь, девчонки, как вам. И знаете, как натуральненько. А вот к разговору про Диваш. Да? Причем стоимость одинаковая. Вивьен Сабея на акциях брала за 200 с небольшим. Вау. Может, это круто. И Диваш там все-таки нет. Нет, вообще не сравнить. Она нормальная. Но с этой тушью не сравнить. Здесь естественное удлинение. Естественное, без каких-то комочков. Вообще круто. Так, нижние сейчас девчонки ресницы накрашу. По привычке открывай рот. Это один слой. Так, пробуем второй. Пробуем второй. Реснички еще мягкие. Но наслаивается. Наслаивается. Очень красиво наслаивается. Без единого комочка. И удлиняет дальше. Круто какая. Не зря этой тушью водопили, вот честно. Они ровно ложатся. Она их причесывает очень хорошо. Эта кисточка. Они ложатся ровно. Потому что у меня вот на этом глазу есть одна ресница, которая всегда, всегда влез. А тут она их причесывает очень хорошо. Вау, вау, вау. Я в восторге. Я вам ссылки на каждый продукт тоже оставлю. Который был в заказе. Слушайте, ну вау. Я прям вообще, девочки. Наверное, это будет моя новая любимая тушь. Это она еще не раскрасилась. Это она еще новая. Нижний до щек ресницы. Ну, занула. Нижний какие, посмотрите. Вообще обалдеть. Один слой, два слоя. Круто. Сейчас я второй слой домазюкаю. Это восторг. Давайте попробуем с вот этой штукой теперь что-то сделать. А ну так все. Смотрите, пигментации никакой не видно. Здорово, отличный ровный цвет лица. Я сижу опять на жаре на балконе. Окно еще закрыло, чтобы вам не шумело. Короче, у меня тут эффект сауны. И испарина на лице появляется, но консилер не течет, что хочу сказать и отметить. Потому что в жару это важно. У меня весь спонж уже мокрый, потому что вот испарина, вы ее не видите на лице, прям проступает. Даже парниковый просто эффект. Весь лоб мокрый. Он не течет, он остается на месте. Вот я даже спонжем промакиваю сейчас, да? Он остается на месте, он никуда не ползет, не течет. Я имею в виду вот этот, который в палетке. Адрис, да? Отличный. Слушайте, это восторг тоже. Палетка понравилась, тушь понравилась. Вот эта штука. Ну ничего, прыщики замазывать, и пигментные пятна тоже пойдет нормально. Вполне. Надо дать схватиться все-таки, да? Вообще красота. Шикарный заказ. Так, ну что, теперь будем сушить волосы и пробовать с вами Алин. Кафе Мими мы тогда попробуем с вами в одном из следующих влогов, и масло Апельсов тоже. Буду постепенно вам во влогах рассказывать про средства для волос. Обязательно буду писать посты в Инстаграм. Кто на Инстаграм еще не подписан, внизу под видео, в инфобоксе всегда там где-то в конце, есть ссылочка на мой Инстаграм. Проходите, подписывайтесь. Там иногда бывает, частенько бывает. Очень интересно. Ну и все, девчонки, я тушью прям очень довольна. Напишите, кто пробовал. Супер. Ой, отпечаталась. Вот пока свежая, слушайте, отпечаталась на нижнем веке, но я буду смотреть дальше. Буду смотреть дальше и на нее обязательно напишу пост в Инстаграм. Завтра точно, наверное. Чтобы рассказать вам, отпечататься будет она сейчас дальше или нет, когда засохнет. А пока реснички подвижные, не такие силиконовые, как от туши Miss Carol. Может быть, сейчас у нас хватится. Посмотрим, в общем, как все дальше поведет, пока будем с вами делать уход для волос. Вот такой вот консистенции этот крем, и он, правда, выпширкивается. Вы знаете, струей такой, кремовый, но струей. Сейчас буду наносить на волосы, потом будем сушить. Несмотря на жару, я это сделала. И что хочу сказать по олим. Вы сами видите все. Сушила обычным феном, не фенщеткой, потому что фенщетка, он и так кончики разглаживает. Да? Тушь еще раз. Ох. Она, кстати, через 2-3 минутки подсыхает, и они такие силиконистые реснички, то есть фиксируют их. Я такие обожаю. Вот волосы. Облегчает расчесывание 100%, 200%. Силиконистая такая основа, прям, которая вот, когда даже на мокрые волосы наносишь, прям чувствуется, что будет все хорошо. Разглаживает, да. Убирает пушистость, да. Сами видите, без утяжеления, да. Ручками приподнял, объем на волосах есть. Ну, классно, слушайте. Вот действительно классно. Смотрите, кончики. Хорошее средство. Прям могу смело рекомендовать. Вообще потрясающе. Ну что, мои хорошие, на этом влог буду заканчивать. Все ссылки полезные на рандеву, на сайт, промокод на скидку, прописан внизу тоже. Проходите, смотрите, знакомьтесь. И все ссылки на продукты, которые сегодня были в обзоре, тоже будут под видео. Я всем осталась довольна. И после фена, кстати, вот этот консилер, он тоже не потек, и тушь не отпечаталась. Хотя у меня 7 потов тоже заходил, потому что у нас сейчас 32-33 в тени сегодня. Представляете, да, сушиться феном еще горячим, даже холодным, сушиться можно полдня. Так что вот так. Ссылочки все внизу. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.